Новости на телеканале НТР Нижнекамцы отметили День Республики. Торжественные мероприятия прошли сразу на двух площадках. В парке «Семья» детям предлагали нарисовать мороженое, а взамен получить настоящее холодное лакомство. В акции приняли участие сотни детей. Всего раздали тысячу порций. А в парке «Чтение и отдыха имени Тукая» прошел концерт, который был организован национальными диаспорами, проживающими в Нижнекамске. Подробный материал смотрите в 18.30. Приближается осень, а значит, совсем скоро наступит пора вакцинации от гриппа. Эту тему обсудили на пресс-конференции, которая прошла в Управлении здравоохранения. В этом году ожидается новый подвид гриппа H1N1. Его самое страшное последствие – летальность. Потому цель медиков – привить как можно больше нижнекамцев. Но не все горожане охотно идут на вакцинацию. Врачи напоминают, прививки делаются не от болезни, а именно от последствий, которые может вызвать грипп. Сразу четыре наезда на пешеходов произошли в Нижнекамске за один день. Среди них было два велосипедиста. Так, первый инцидент произошел возле химиков 18, где 17-летний нижнекамец не слез с велосипеда перед пересечением проезжей части. В результате ДТП парень был доставлен в больницу. Водитель Рено Флюинс совершил наезд на велосипедиста 94-го года рождения, который двигался по правому краю проезжей части. С небольшими повреждениями его госпитализировали. Напротив дома Сюмбике 72 водитель Шкода Октавия не уступил дорогу 8-летнему мальчику, который переходил дорогу по зебре. С множественными ушибами и ссадинами его доставили в больницу. Похожие нарушения совершил и 31-летний водитель Ньюссан Кашкай, который, двигаясь по химикам в направлении проспекта строителей, не уступил дорогу 18-летней девушке. Серьезно она не пострадала. А вот водитель Камаза был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Пострадал он в результате ДТП на промзоне. Водитель автобуса ПАЗ выехал навстречку и совершил столкновение с большегрузом. Праздничное настроение, зрительские овации и звуки более двух десятков гармоний. В Нижнекамске прошел фестиваль гармонистов. Он собрал музыкантов разного возраста. Самому молодому было 10 лет, а пожилому за 70. Праздник музыки прошел в парке чтения и отдыха имени Габдулы Тукаи. Артисты исполняли народные и плюсовые песни. Как отметили выступающие, главной наградой в этот день для них стали аплодисменты зрителей. Теперь о погоде. Сейчас за окном 20 градусов тепла. В течение дня воздух прогреется до плюс 20 и будет облачно. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntrdefis24.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова